Опа! А я думал, крупнее. На этой рыбалке даже мелкая рыбёшка имеет большое значение. Каждый дополнительный грамм в садке для участников соревнований может стать решающим при подведении итогов. Владимир Осипов приехал из Калужской области. Рыбалкой увлекается с детства. Поэтому приглашение на соревнования принял с удовольствием. Я здесь познакомился со многими из других областей, с местными липецкими ребятами. Мы с женщиной познакомились, пообщались. Очень даже хорошо, приятно. Честно сказать, пугала немножко поездка, но я не жалею, что приехал. Казалось бы, соревнования и соревнования. Снасть, рыба и разговоры по душам. Однако главное отличие этого турнира в том, что его участники – люди с ограниченными возможностями. По крайней мере, так принято говорить. Хотя результаты в спорте, образ жизни и карьера часто говорят об обратном. Например, все они служат в МЧС. Недуги не мешают им работать аналитиками, IT-специалистами, диспетчерами. В региональном управлении МЧС работает около 10 инвалидов. Существует должность, на которых именно не нужны физические возможности, а нужен аналитический ум, составление прогнозов, подготовка к докладу и так далее. Естественно, во всей системе МЧС это приветствуется. И такие люди есть в каждом главном управлении. А еще проблемы со здоровьем не мешают им вести активный образ жизни. Такие соревнования среди сотрудников МЧС проходят в регионе впервые. Каждый приехал сюда со своими снастями и своими секретами хорошего улова. Варили кашу, то есть отдельно горох варили, манку, перловую кашу варили. На все пробовали сегодня, и на горох, и на кукурузу, и на опарыши, и на червя. Сегодня на червя что-то у нас шло получше. Не помешала рыбалке даже ветреная погода. Сотрудники МЧС привыкли справляться с любыми ее капризами. Сегодня рыбу ловили более 50 человек из 17 регионов России. Место проведения соревнований выбрано не случайно. Пруд в селе Павелка, Лебедянского района, первый в области, где созданы все условия для людей с ограниченными возможностями. Здесь есть и дорожки для колясочников, и специальные мостики. Это один из тех моментов, который нужен для реабилитации вот этих наших людей. То есть нужно сделать так, чтобы, как бы, вот это слово для них всегда обидное, люди с ограниченной возможностью. Надо сделать так, чтобы для них было все возможное, в том числе и работа, и учеба, и отдых. Фестиваль продлится три дня. В программе не только соревнования в рыбной ловле, но тренинги и мастер-классы по профилактике чрезвычайных происшествий. Ольга Родина, Дмитрий Кузнецов, Липецкое время, Лебедянский район.